Хоба! Привет, с вами доктор Влад. У меня чубчик не помещается уже, да? Встречься, надо доктору, встречься. В Москве задержали начальника полиции района Дорогомилова. Его и его заместители заподозрили в коррупции. А кто там начальник? Начальник там Мераб Давитадзе. Слушайте, в медицине, в полиции, так везде Кавказ, Кавказ, Кавказ. Странно это, правда? Даже очень странно. Более 500 тысяч человек остались без света в США из-за ветра. Слушайте, у нас, да, это так, это верно, на северо-востоке США, но это не у нас. Скорость ветра достигала 40 метров в секунду. Это в штатах Мэн, Массачусетс, Нью-Гэмпшир, Род-Айленд и Коннектикут, на восточном побережье. Надо же, какое дело. А у нас два дня подряд интернет отрубался. Ну, правда, ненадолго, минут на 15. Но это само по себе, это очень странно. Да, ветер сильный. И у нас был сильный ветер. Сегодня нету. В штате, это где, Нью-Гэмпшир, в штате отключилось электроснабжение 33 тысяч зданий. Опа, ничего, пельмень. Национальная метеорологическая служба США объявила штормовое предупреждение для 14 штатов страны. Вот это да. По данным местных СМИ, сильный ветер и ливни пройдут в четверг и пятницу на территории, где проживает около 63 миллионов человек. Обалдеть. 63 миллиона. Ух, какие цифры. Так, ребята, пропавшего под Екатеринбургом ребёнка нашли живым. Ещё один ребёночек пропал. История с пропажей закончилась благополучно. Врача смотрит мальчика. И он пошёл гулять. Он и раньше ходил гулять, кстати сказать, и не возвращался домой. Так это такое-то. Есть такие дети, они любят бегать. Я в детдоме, когда работал, у нас там были такие. Вот его поймают, привезут в детдом, оденут, накормят, помоют. Два дня и всё, и убегает. Любит бегать. Да, и взрослые такие есть тоже, кстати. И вот в Америке очень много таких вот. Они живут на улице бездомные. Он может вполне жить где-то нормально всё. Не-не, вот он хочет на улице быть. Вот интересная новость. Найдена связь лишнего веса и астмы. Жир накапливается в лёгких. Я никогда об этом не слышал. Оказывается, если у вас слишком много жира, да, то в лёгких, вот в трубочках, да, в лёгочных, он накапливается и утолщаются дыхательные пути. И это может объяснить углубление симптомов астмы. Не то, что причина, но хуже становится, понимаете. Большой живот не причина, что вы не можете ходить по лестнице, но ходить тяжелее уже. Вот тот же самый жир, он замедляет проход воздуха в лёгкочных тканях. Интересно. Вполне такое может быть. Доброе утро, страна. В Тамбове на ярмарке бесплатно давали жареную картошку и похлёбку. Вот это номер. Это сегодня было. Ха-а-а. И это самое, да, люди пришли с вёдрами, ни на что не намекая, но логичнее было бы с корытом. Это где? Тот самый Федя какой-то. Кант, что ли. Да, вот, ну фотографии. Ой-ой-ой, с вёдрами стоят. Вот это да, вот это номер. Росстат заявил о резком доходе, о резком росте доходов россиян. Мы об этом ещё поговорим, ребята. Откуда взялся этот доход. В Красноярской семиэтажке загорелась шахта лифта. Можете представить, шахта загорелась, и жильцов эвакуировали, 10 единиц техники, причина пожара неизвестна. Да, нехорошо это, нехорошо, шахта загорелась. Украин-гейт, министр энергетики США Рик Перри подал в отставку. Это не потому, что там света не было для полумиллиона, а дело в том, что он, оказывается, имел отношение вот к этой трамповской болтовне по телефону. Во, смотрите, Перри был одним из ключевых фигур. Украин-гейт теперь это называется. Он якобы активно содействовал Трампу, подталкивая украинских чиновников к расследованию дела Байденов. Отставка Перри ожидалась на протяжении последних недель, так как в ходе развития скандала его роль во всей этой истории становилась всё более отчётливой. Так, ещё одного друга выкинули. Вот тоже интересно. Во многих местах, это не то, что там жёлтая пресса, несущие службу на границе РФ корабли оказались обездвижены. Смотрите, 18 октября. Сегодня. В 2018-19 годах патрульные катера погранслужбы на Дальнем Востоке периодически останавливались в связи с выходом из строя двигателей. Об этом сообщил портал, мил, пресс, фон, пром, бам, бам, не знаю, ссылаясь на собственные источники. В издании отметили, что катера были оснащены аккумуляторной системой топливоподачи Common Rail. Она имеет свои плюсы и минусы. Достоинство заключается в экономичности, высокий КПД и так далее. Однако эти сильные стороны фактически перекрывают недостатки. К примеру, для проведения диагности и ремонта необходимы услуги только высококвалифицированных специалистов. И также она капризна к топливу. То есть, если топливо разбавлять ослиной мочой, они не заработают. Во, зафиксировано несколько случаев за последний год, когда на патрульных катерях останавливались двигатели. Вот так. Ничего, пельмени. В связи с этим флот использует более надежные и простые агрегаты, проверенные временем. Я даже боюсь себе представить. Помните, у Марка Твена такой был колёсный пароход? Вот дур-дур-дур-дур-дур-дур-дур-да. Вот что-то в этом роде, наверное, будет скоро. Так. Новость вообще непонятна. Учительница умерла во время прослушивания стихотворений в Черябинске. В актовом зале слушала стихи, спокойно сидела и упала. Неожиданно упала, детей вывели из зала. Ей попытались оказать первую медицинскую помощь женщине, 62 года. Ну, моя ровесница практически. Вот. Она была очень хорошим человеком-работником. Работала на полной ставке 18 часов в неделю. Ух ты, это тяжело, наверное, вот так, да? Ух ты, 18 часов в неделю. Так, Роберт Фабио Мондо Корнедос Владимирович. Это Алексей Навальный пишет. Какое это всё-таки дно? Смотрите, нашли того таинственного испанца, который умудрился сделать нам рублёвый перевод на заблокированный счёт, из-за чего нас моментально признали иностранными агентами. Тогда американец этот выгибался, да? Ну, русский-американец, что это он перевёл? Нет, это вот именно на заблокированный уже счёт какой-то испанец перевёл. И вот они начали искать, и вот он говорит, я предполагал, что этот Мондо Корнедос вообще не найдётся. Какой-то хитрый чувак с поддельными документами. Вот. А там просто какой-то боксёр, которого научили говорить. Да, я это сам перевёл, а кроме того, он не знает ничего. Ни как меня зовут, ни как я выгляжу, ни как называется организация, нигде он взял реквизиты. «Кого вы знаете в России?» – спрашивают испанского спонсора ФБК, в кавычках. «Нескольких девушек, живущих в Испании». Ой-ё-ё-ё, он даже не мог выговорить это слово. Он затруднился ответить, зачем это сделал. Роберт Мондо не говорит по-русски, ни разу не был в России, и никого не знает в России. Прикиньте, да? Во, нормально! Суперсхема, придуманная Кириенко, утверждённая Путиным. Вот так вот. Мрак. Мелкие, но злобные мошенники захватили власть в стране, и всё развалили нафиг. Хм, интересно, очень даже интересно. «Союзмультфильм» начал создавать программу для дополнительного образования детским садам и школам. «Союзмультфильм» – программа на основе героев мультсериала «Простоквашино» проходит тестирование в 150 московских школах. «Во, интересно!» Мультики теперь... Вообще всё мультики. Ракеты-мультики. Учёба-мультики. «Союзмультфильм». Представляете, что они там наслесали? Несмотря на договорённости Вашингтона и Анкары, на северо-востоке Сирии возобновились обстрелы. Ну вот Трамп кричал, что всё, всё, мы победили. Да, ты дурак, не дурак. А, они как стреляли, так и стреляют. Хм. Итоги переговоров приветствовал Дональда Рампновича. Вот как был, так и есть. Представители Демпартии США назвали соглашение о приостановке военных действий в Сирии фиктивным. Да так оно и есть. Перемирие. Андрей Пятковский. Вот, знаете, это уже другое перемирие. Вот он интересные вещи говорит, вообще-то, Пятковский. Смотрите, вот перемирие между Россией и Украиной, да. И, в общем, там дошли до того, что вроде бы Зеленский чуть ли не был готов согласиться с тем, что предлагает Путин. А это означает вот этот постоянный вот этот аппендицит в виде ЛНР, ДНР, да. Вот. И вот вроде уже всё. Подошли, уже в Кремле праздновали события, да, можно сказать. Но вдруг ни с того ни с сего заявление дали Дарьи Олифер. Помните, я вам говорил, да? Новые условия Киева по минским договорённостям. Это означает, что разогнать всех к чёртовой матери вот этих вот ДНР, распуск самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. И вот теперь в задумчивости Москва и непонятно, что с Киевом. И, в общем, ребята, продолжение следует. Запасайтесь попкорном. Так, и ещё, знаете, что я вам обещал, да? Обещал, говорю. Новая методика Росстата. Почему на 3% поднялись доходы россиян? Смотрите. Они считают доходами, взятые россиянами, кредиты. То есть, деньги, которые вы берёте в кредит, считаются вашим доходом. Понятно, да? Вот такие дела. И самое последнее, самое-самое-самое последнее. Посмотрите фотографию. Значит, вот статья. Трамп в ходе встречи назвал президента Италии Моцареллой. Моцарелла – это сыра. У него фамилия Матерлой. Вот. И он, значит, сказал, что США и Италия объединяют культурную и политическую общность, насчитывающую тысячи лет со времён Древнего Рима. И посмотрите фотографию, как среагировал на это переводчица. Под этим сообщением моментально появились десятки комментариев пользователей, которые удивились исторической безграмотности президента США. Посмотрите фотку. Я с вами прощаюсь. Пока. До свидания. С вами был доктор Влад. Чао-чао. Продолжение следует.